Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио ПЛНФМ. У микрофона журналист, главный редактор интернет-портала Псковская лента новостей Александр Савенко. И мой собеседник сегодня, депутат Государственной Думы от Псковской области, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Александр Николаевич, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте! 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 С российским парламентарием и партийным лидером мы будем говорить на самые актуальные, самые интересные, важные, резонансные темы общественно-политической, социально-экономической повестки. В том числе обязательно поговорим о работе Александра Козловского в Государственной Думе и в округе, который он представляет в Нижней Палате Российского Парламента. Но это несколько позже. Начнем мы с, безусловно, главной темы и нашей программы, и в целом темы номер один в политической жизни страны и нашего региона. Я говорю, конечно же, о президентских выборах. И здесь на правах обозревателя, который много-много лет следит за политической жизнью России и Псковской области, я выскажу несколько таких общих слов, своих даже не оценок, а наблюдений. Вот как происходило раньше, когда остается несколько недель до главных выборов страны президентских, отовсюду идет информация об этом, идет агитация, в том числе или прежде всего заглавного кандидата, агитационно-пропагандистские материалы, приезды высоких федеральных гостей, поездки региональных политиков по районам. В общем-то, такая движуха ощущается, уж точно это за несколько недель до выборов происходило. Сейчас я вот так вот смотрю по сторонам и не очень хорошо понимаю, а все ли я правильно помню. То есть нет самбура, как было раньше. Да, да, да. До выборов остается все меньше и меньше времени, они в середине марта уже будут проходить, а вот как-то президентской кампании пока не сильно до Псковской области и заметно. Мы спрашиваем у представителей правительства, что происходит, вы этим занимаетесь, а они говорят, нет, мы вообще не по этой части. Я смотрю на деятельность штаба общественной поддержки, который не так давно открывали, да, и вы там сопредседатели, а там вообще не по этой части. Там то бокс, то самбо, то в шахматы играют, то какие-то полезные знания нашим гражданам прививают. Мне понятно. Александр Николаевич, может быть, вы знаете, кто в Псковской области занимается президентской кампанией, что в этом смысле вообще происходит? Ну, во-первых... Озадачил. Да, да. Ну, нет, не озадачили, совершенно нет, просто хотелось бы сразу отметить, что жизнь идет, общество развивается, времена меняются и, конечно, меняются и подходы. Здесь, мне кажется, не надо там удивляться, да, раньше там, не знаю, там 20 лет назад, скажи об электронном голосовании, ну, покрутили по виска. Ну, что значит, не надо удивляться, это уже обыденность. Есть выборы, и на выборах есть кандидаты, доверенные лица, агитация, а сейчас этого нету. Да нет, почему? Агитация идет, кандидаты ездят, представители работают, доверенные лица, встречаются, проводят встречи. Другое дело, может быть, вы имеете в виду, что стало меньше, там, например, АПМа, то есть заборы не завешены и не заклеены, как это было раньше. Это в том числе, заборы не завешены, потому что ящики свободные, доверенные лица, если где-то ездят, как вы говорите, я этого не вижу, да. Я, на самом деле, даже вот не знаю, вот вы пришли, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия», а я даже не знаю, вы вообще в каком-нибудь избирательном штабе состоите, вот ответьте. Я являюсь сопредседателем штаба общественной поддержки, и мы открывали 15 декабря. Александр Николаевич, так в том-то и дело, я же об этом и говорю, штаб общественной поддержки, но не кандидата, а Псковской области, там никаких мероприятий агитационных не проходит. Нет, вы путаете региональный избирательный штаб и штаб общественной поддержки, это разные вещи. А, то есть вы все-таки вот в этом региональном избирательном штабе состоите? Нет, я состою в штабе общественной поддержки, который на самом деле все эти мероприятия и проводит. Их на сегодняшний день, вот я только сегодня участвовал порядка в трех мероприятиях, которые проходили именно на площадке штаба общественной поддержки нашего президента Владимира Владимировича Путина. И здесь, мне кажется, вы зря удивлялись, может вы специально не замечаете той работой, которая ведется, которую там проводят партии, именно партии Единая Россия. На сегодняшний день, да, если, например, мы не видим плакатах на заборах, то так хорошо, город будет чище. Но у нас появились другие инструменты, у нас появились соцсети, у нас появились телеграм-каналы, у нас появились очень отлично работают медиахолдинги. Кстати, один из медиахолдингов – это ваш, Псковская лента новостей. И я думаю, что вы-то как раз-то погружены, и мы сегодня о чем встречаемся и о чем говорим как раз, вот о выборах. Ну, это тоже один из элементов выборной кампании. Поэтому я думаю, что вы не совсем здесь правы, работа проводится. Единственное, что времена меняются, да, мы сейчас живем такое непростое время, мы пережили ковид, пандемию. Сейчас у нас специальная военная операция, как это тут немножко и во многом себя ограничиваем, понимаете. Мы уже видим, как меняется общество, мы не можем быть безучастными, нет людей, которые не погружены в политику. И это правда, если раньше, например, артисты, они могли себе позволить делать все, что угодно, и общество это как бы нормально воспринимало, то сегодня ситуация обратная, да, то есть кардинально поменялась. Да, то есть общество не приемлет вот тех выходов, которые были там совсем недавно. Выголую вечеринку и подобные мероприятия. Да, 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 и подобные, да, потому что таких событий, к сожалению, там проходит немало, но сейчас их становится все меньше. То есть всему свое время, да, там. То есть вы разделяете, так сказать, негодование тех, кто говорит, что недопустимо проведение таких вечеринок, и надо жестоко покарать, наказать. Да, 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 ну не то, что жестоко, нет, там немножко не так, не жестоко это, то есть не поймать, а покарать, да, а все-таки, ну, надо, мне кажется, здесь вот уделять больше воспитанию, патриотическому воспитанию, да, и с детства, да, сейчас, может быть, с этими людьми, наверное, работать уже поздно. Но все равно, видите, они меняются-то постепенно, да, то есть они уже вместо, там, улыбок, да, они уже, там, некоторые льют слезы, там, крокодили, да. Может быть, это показное, вот, я не уверен, да, то есть я лично с ними не общался, вот, но, может быть, все-таки меняются. А вы не думаете на законодательном уровне еще какие-то, так сказать, меры ввести, выпустить здесь, пионерам, да, обратить на себя внимание? Нет, я в другом комитете работаю, да, по другой части, то, что касается, там, реальных действий, то, что связано, там, больше с экономикой, с промышленностью, и с тем, что может стране помочь развиться, а вот все, что, там, касается артистов, это другие комитеты. Возвращаясь к разговору о президентских выборах, вот, в целом, как вы находите то, что происходит и в Псковской области, и, в целом, по стране, в плане президентской кампании, да, имея в виду, что у нас уже известно 4 зарегистрированных кандидата, все мы наблюдаем какую-никакую публичную активность, и что бы в целом были теоретически. Вы же меня уже один раз выбрали интервью, да, я еще раз подтвержу, что на самом деле, там, может быть, и не надо, чтобы было, там, не знаю, там, 17, 20 или там 40 кандидатов, непонятных, там, фриков, да, которые бы превратили, ну, эту, ну, президентскую кампанию, там, шоу. Нам сейчас не до шоу, не до шоу, да, мы живем в достаточно сложное время, и все это чувствуют, и, мне кажется, вот, сейчас то, что есть 4 кандидата, это более чем достаточно представлены основные, как бы, вот, партии, которые представлены там в парламенте, и, мне кажется, этого более чем достаточно. Людям есть за кого отдать голос, отдать свои, как бы, предпочтения во время выборов, ну, и, мне кажется, предвыборная кампания идет, кандидаты колесят по стороне, проводят встречи в коллективах, то есть, встречаются, и, кстати, вот, хотел бы заметить тоже, да, то есть, какая тенденция. Вот, вот, Владимир Владимирович, он раз за разом, да, там, посещает ряд таких значимых предприятий, производственных предприятий, и уделяет этому особого внимания. Это тоже такое своеобразное, там, как бы, посылы, 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 там, и правительству, и посылы обществу, что, действительно, на сегодняшний день для нашей страны, вот, для нашей экономики важен, очень важен реальный сектор. Реальный сектор, да, это предприятия, это фабрики, это заводы, это, вот, то, что производит реальный продукт, который сегодня необходим нашему хозяйству, да, то есть нашей стране. И, вот, тот рост производственный, который мы показали, там, в прошлом году, 3,5%, конечно, мог бы быть и больше, если бы не проблемы, с которыми нам, там, нашему обществу предстоит, там, справиться. Поэтому здесь, мне кажется, вот эти тенденции, ну, время, оно меняет и подходы, и поэтому наши впечатления. Конечно, может быть, вам, журналистам, хотелось бы немножко другое, да, то есть горячих пирожков, да, но, мне кажется, вы просто их не замечаете, и формат этих горячих пирожков, да. Поэтому смотрите внимательно, следите, и все как-то, все в ваших руках. Конечно, следим и ждем, и мы знаем, что, вот, например, у либерал-демократов псковских ожидается визит Леонида Слуцкого. Ну, тут еще, конечно, можно, так сказать, поспорить, до 20-го числа состоится, не состоится, но, по крайней мере... А я бы сказал, знаете, еще добавил инкогнито. Инкогнито, инкогнито. Насколько я понимаю, если все-таки в этот раз доедет, то это будет широко освещаться. Вы когда слышите о том, что лидер ЛДПР, кандидат от этой партии на президентских выборах, доедет до Пскова, не завидно, как единороссу? Я вообще-то не слежу, и вы мне, знаете, сказали, как бы новость, ну, такую новость, там... На которую все говорят. Да, да, ну, как все говорят, вы мне первый сказали, а я здесь уже нахожусь в регионе несколько дней, как приехал, вот, с пленарных заседаний, поэтому вы мне сказали первый. А вам не интересно самому, как секретарю регионального отделения партии, как человеку здесь работают в Госдуме, представляете, ваш коллег. Нет, мне интересно то, что, например, да, там, в ближайшее время предполагается, там, приедет руководителя Межрегион газа, моего однопартийца Густава Вадима Сергеевича Андрея Анатольевича Турчака на пуск газа вот в островском районе. Вот это мне интересно. Мне интересно, когда, например, полномочный представитель вместе вот с нашим губернатором, и вот, и я там тоже присутствовал, открываем, да, там, очередную газификацию, там, в Бижаневском районе, а до этого, там, в Псковском районе. Вот это мне интересно. А вот эти вот их, там, раскрашенные автобусы и, там, снятые в аренду поезда, которые колесят там по стране и чисто раскидывают и занимаются распространением, там, агитационного АПМа, ну, мне, на самом деле, это неинтересно, потому что, ну, это прошлый век, да, как бы я сказал. И история с Борисом Надежным. Да, вы по нему и скучаете, по этому прошлому веку, но мы все, должны расстаться с этим. По лучшему, знаете, как коммунисты традиционно говорят, из советского прошлого надо взять самое лучшее, а самое худшее брать не надо, да, ну, наверное, я примерно так. Из тех самых лихих девяностых, лихих в кавычках, да, о которых сейчас так вспоминают, ну, наверное, какие-то тоже положительные качества и явления взял бы. Да, удивили вы меня тем, что так вам все это неинтересно, неужели вам неинтересна история с Борисом Надеждином, с его неудачным походом на выборы? Вот следили вообще, знаете, кто такой Борис Надеждин и что это за феномен такой этих выборов? Вот видите, вы меня опять озадачили, опять называете фамилии, мне не совсем как бы известные. Известных людей, да, кто такой Борис Борисович, да. Да, а если вы еще это, сейчас мне расскажете, как его там поддерживали там на прошлых выборах, да. Да, очереди выстраивались в этот раз, да, когда собирали подписи за него, и либеральная общественность, не имея других кандидатов, да, она увидела вот в этом не очень понятном, не очень популярном, системном человеке с таким бэкграундом, который кому-то представляется сомнительным, увидели в нем последнюю надежду и рассчитывали, что его допустят до выборов, а этого не произошло. Вот я вам сейчас расскажу другое. Когда я был на Великолупском районе, один из волосных глав делился своими впечатлениями, как она побывала совсем недавно в Москве, вот, на форуме «Вся Россия», который вот действует... Выставка на ВДНХ? Да, выставка, да. Ну, выставка-форум, да. И там как раз проходил форум местного самоуправления, да, который проводил наш президент Владимир Владимирович Путин, да. И приезжал туда, и такое представительное мероприятие, большая делегация. Большая делегация. Вот это было, на самом деле, интересно. Интересно не только выступление нашего президента, и что это было действительно очень близко, это, там, он сказал очень хорошие слова, там, поддержку, и обозначил проблемы, с которыми сталкиваются вот на местах, да, там, в районах наших властях. Вот, причем это, ну, очень поразило людей, потому что именно вот самые сложные вопросы, которые тяжело решаются, были озвучены президентом. Вот это привлекает внимание, да, привлекает внимание то, что, например, они говорят, мы за вот эти несколько дней, которые там были, да, мы обменялись опытом там с другими регионами и знаем теперь, как некоторые вопросы можно решить. Вот это, понимаете, вот это интересно. Это интересно то, что действительно полезно. Вот это очереди там, про которые вы говорите непонятно там у кого, и вы мне фамилию называете, я ее вот не совсем там хорошо знаком, ну, может, это мое упущение, но тем не менее, вот, не знаю. Ну, а за остальными там вообще партиями мне, ну, за ними зачем следить? У меня, это, как говорится, не моя профессия, и мне это неинтересно, и мне кажется, вот, есть чем заняться и потратить свое время на другие более полезные дела. Ну, все-таки, если возвращаться к президентской кампании и возвращаться к теме нашей программы, которая обозначена как у роли и мести Единой России в избирательной кампании президента, вы удовлетворены тем, как проходит избирательная кампания с этой точки зрения? Какое значение имеет партия в ходе избирательного марафона, да? Как вы отрабатываете Псковской области, так сказать, завершая на сегодня этот блок программы? Вот давайте резюмируем и подведем итог. Ну, сегодня как раз еще раз мы на, вот, видеоконференц-связи с секретарями местных отделений, мы еще раз вот проговаривали там наши задачи, нашу работу вот в этой избирательной кампании. Я еще раз вот обратил внимание всех на то, что на сегодняшний день рейтинг партии, то есть те, кто люди, те люди, которые поддерживают партию Псковской области, он приблизился там к 54 процентам. Это седьмой результат по Российской Федерации, поэтому я, конечно, очень доволен и благодарен тем людям, которые вот позволили нашей партии, да, занять такое достойное место среди регионов Российской Федерации. Ну, этому предстояла большая работа. И на сегодняшний день вот те партийные проекты, которые там партия «Единая Россия» там в свое время была там и соорганизатором, и сейчас курируют эти направления, проводят большую работу там по дегазификации. Наши волонтеры, которые вот в свое время мы создали это волонтерское движение во время пандемии, они сейчас как раз занимаются тем, что проходят ногами улицы, да, дома, частные владения, домовладения, то есть общаются с людьми, помогают им оформить документы, оформить, узаконить их жилье для того, чтобы они поучаствовали вот в этой программе дегазификации. Потому что такого масштаба программы мы еще просто немножко не осознаем, да, когда мы ее завершим, мы поймем, что вообще какую сложнейшую задачу мы решили, да, это, ну, история как бы и работа не одного года, но это очень глобальная работа. И это будет вот, все равно останется в истории там Российской Федерации, как такой один из больших значимых проектов, как, например, сегодня, да, там, опять же, тоже партийный проект по ремонту и реконструкции школ, по строительству школ, где партия «Единая Россия» тоже вот принимает такое активное участие. И, ну, мне кажется, вот это вот здорово, и вот эта работа, которая проводится в нашем регионе нашими, как бы, волонтерами, да, нашими однопартийцами, сторонниками партии, это вот дает результат. И когда приходишь и видишь эти в небольшом населенном пункте, там, в деревне, там, не знаю, например, там, Каськово, там, или там, в Усмыне, да, вот то, что было раньше, да, там, деревянная школа, и во что она там превратилась, это, да, она небольшая, там, учится, может быть, там, 20-30, там, где-то 60, там, детей. Но вчера это действительно, туда страшно было зайти, и там учились наши дети. Сегодня это современное образовательное учреждение, это совсем другое оборудование, это другие доски, это другая обстановка, вот аура другая. И там уже и педагоги, мы же не надо забывать, мы все время говорим, вот наши дети, наши дети. А наши учителя, они же тоже, это их, это, там, это их рабочее место, где они труятся, где они проводят, там, по 8. И от этого зависит качество их работы, то, что уже, собственно, отразится на наших детей. Но самое главное, мы же, понимаете, в чем дело, мы же хотим, чтобы наши дети, да, вот мы их воспитали, да, и чтобы они потом обновляли нашу страну. Но они так или иначе будут этим заниматься, каждый там на своем месте. Кто-то будет на заводе работать, кто-то будет наукой заниматься, кто-то будет, не знаю, там, архитектором станет, ну, кем угодно, да. Но у них с детства уже будет правильное восприятие, то есть к чему стремиться, к семье, стремиться к чистому, к хорошему, к светлому, да, к тому, что, то есть не вот, то есть их образ, как бы, будущего уже будет иначе там формироваться. То есть они уже изначально будут воспитываться в тех же примерных условиях, как и школы в городах, в Москве, там, в Санкт-Петербурге. Конечно, может быть, там по своему насыщению это не совсем то, но, по крайней мере, там стены, доски, да, там компьютеры. То есть основное оборудование, оно точно такое же и ничем не отличается. У них точно есть, точно такие же есть возможности выходить там в интернет, там, работать там по Wi-Fi. То есть это мы уже сейчас формируем такие современные личности, которые будут дальше развивать нашу страну. И вот такие проекты, как раз они и будут запоминаться, и будут давать результат для России будущего. Александр Николаевич, Вы когда заговорили о работе, которая приносит результат, упомянули такое направление, как социальная дегазификация. Это важнейшее направление, да, поручение президента, Единая Россия этим занимается. Что касается нашей Псковской области, действительно, не просто этот процесс проходил и продолжает проходить. Не раз и областное собрание. Проходит. Он не проходил, он еще не прошел. Ну, я имею в виду, он достаточно долго продолжается. То, что это происходит не то, что вот только сейчас. Он тяжело начинается, но Вы должны понять, что это большое дело, это такой маховик, да. Мы встречались вот с Антоном Михайловичем Дымовым, это новое руководство. Вот именно об этом я и хотел Вас спросить. У Вас вообще надежды вот сейчас есть на то, что в связи с тем, что у газовиков поменялся руководитель, Антон Дымов возглавил организацию «Газпром Межрегион Газ Псков», что дело сдвинется, так сказать, к лучшему и пойдет как иначе. Вы опять привязываетесь вот к одному человеку. Конечно, от людей, от руководителей многое зависит. И надо понимать, что да, я думаю, что будут введены там коррективы. Но здесь надо понимать сложные самые проблемы. То есть если раньше мы газификацией занимались и в год, не знаю, проводили газификацию, не знаю, там 50, 60, 100 объектов, то у нас сейчас мы в год должны газифицировать тысячи объектов. На это надо ресурсы… Это несколько лет потребуется, чтобы, так сказать, наверстать, да, и выполнить эти заявки, которые есть. Совершенно верно. Это махами, который мы сейчас, вот мы сейчас его раскручиваем, да, то есть мы сейчас подготавливаем почву. Мы думали, что это, конечно, процесс будет запущен раньше. Но это очень сложнейшее мероприятие, это такой сложнейший проект, который, ну, к сожалению, вот мы же вот сами тоже не все включаем. Мы, как говорится, вот МРГ, да, Межрегионгаз, они, это их там вочина, вот пусть они занимаются. Но здесь мы, у них ресурсов, да, там человеческих столько, сколько есть, да. У правительства области тоже ресурсов столько, сколько есть, да, там в районах, ну, специалистов сидит профильных немного, а им еще надо заниматься и как бы своими делами, да, там прямыми обязанностями, вот. И вот мы включились, волонтеры партии «Единая Россия», да, то есть там сочувствующие граждане, то есть проводим там часть, берем задач на себя, то есть этой работы, разгружаем там Межрегионгаз, районная администрация, то есть готовим там списки, проходим эти улицы, уточняем, там бывает даже вот название улицы. Мы вчера с Антоном Михайловичем вот разговаривал, он говорит, там у нас получается, что у нас идет задвоение, у нас две улицы вроде как в одном населенном пункте, а потом, когда мы аудит проводим, там, а это одна улица просто поменяла название, вчера она была одна, а сегодня другая, и вот такие казусы, да, а это же все как бы деньги, и вот здесь вот для того, чтобы это все выверить, для этого надо время, а самое главное, это надо там приехать на место. У нас 24 района, два города, да, и всю эту работу вот необходимо провести там в кратчайшие сроки. Поэтому мы подключились, и сейчас у нас эта работа идет. Здесь, конечно, еще раз большое спасибо всем, кто вот участвует в этой работе, потому что это действительно такая вот тяжелая физическая работа, и плюс еще общение с гражданами, плюс еще общение с гражданами, а у граждан, вот у жителей, да, кроме там газификации, еще куча-куча-куча других вопросов, которые тоже попутно приходится решать. Ну, мы, как говорится, взяли на себя вот этот ВОЗ и его тащим, и как это, не надрываемся, идем, то есть у нас сил хватает, поэтому эта программа обязательно будет выполнена. И задача президента вот мы обязательно доведем до логического завершения, и до газификации она у нас в регионе пройдет. Я хочу напомнить, что в эфире радио ПЛНФМ звучит позиция депутата Государственной Думы от Псковской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского. Перешли мы постепенно в первой части нашей программы от разговора о роли и месте «Единой России» в избирательной кампании президента к другим вопросам, проблемам социально-экономической жизни, вопросам социальной газификации. В продолжение этого разговора хотел бы вас, Александр Николаевич, спросить, знаете, о чем? Какие, в общем-то, основные проблемы стоят перед вами, вашими коллегами, депутатами Государственной Думы, членами профильного комитета, в котором вы работаете? Что в вашей работе парламентария сейчас самое главное? Ну, я, наверное, тогда все-таки вот сформулирую задачи нашего комитета. То есть у нас комитет по промышленности и торговле. На сегодняшний день наша основная задача и цель и задача нашего комитета, его работы, работы депутатов, которые в него входят, это все-таки сейчас, исходя из потребности страны, нашего реального сектора экономики, сделать так, то есть быстро реагировать на решение тех проблем, с которыми сталкиваются вот наши предприятия, реальный сектор экономики, ну и плюс еще торговлю, потому что мы торговлю и торговлю в том числе там занимаемся. Поэтому все законопроекты, они как бы нацелены сейчас, то есть цель и задача это упростить работу, поддержать нашу промышленность российскую, то есть сделать правильные сигналы для иностранных компаний, которые готовы здесь заниматься глубокой локализацией своих производств, то есть выработать и внедрить такие инструменты поддержки отдельных отраслей, которые бы действительно вот позволили отечественным предприятиям развиваться. Это непростая работа, потому что тот законопроект, который мы согласовываем, за который голосуем, который в итоге будет работать, он должен работать на всей территории Российской Федерации. Им должны пользоваться все регионы. Поэтому зачастую, конечно, такая вот очень проходит жаркие дискуссии на круглых столах, и одна из таких последних, наверное, таких примеров, сейчас он в первом чтении, был принят законопроект о такси, о поддержке отечественных предприятий в плане того, что предприятия с глубокой локализацией будут поставлять свои машины, автомобили для такси. Таксомоторная отрасль – это отдельное такое направление, порядка там 100 тысяч автомобилей требуется для такси примерно по всей стране, и это будет направление развиваться. И после проведения определенной аналитики, что у нас, например, за последнее время, порядка там на 30% выросли тарифы. Почему? Потому что многие пользуются иностранными машинами, то есть они более дорогие в обслуживании, детали долго там идут. И здесь мы видим определенные риски для нашего такси, российского такси. И в этом плане готовится законопроект, именно поддержки, то есть правительство, наделяем правительство полномочиями поддержки автопроизводителей, которые имеют глубокую локализацию на территории Российской Федерации, без привязки к российские инвесторы, или это иностранные инвесторы, это западные инвесторы, или это азиатские инвесторы, или это исконно российское предприятие, например, как АвтоВАЗ. Если там есть глубокая локализация, которая там рассчитывается по определенной формуле, то они имеют право подставлять вот эти автомобили для использования их в такси. Конечно, мы заслушали мнение общественности, мнение общественных таких организаций, которые объединяют работодателей в этой сфере. Очень разные мнения, но единственное, что все сошлись на том, что отечественным предприятиям, производителям автомобилей необходимо действительно поддерживать и помогать в том плане, что им показать, что те предприятия, которые будут заниматься глубокой локализацией компонентов для сборки своих автомобилей, им будет отдаваться гарантированная часть определенного рынка. В данном случае это вот у нас являются такси. А до этого мы приняли постановление правительства по поводу, например, вот сейчас гараж Государственной Думы, пришли вот первые партии автомобилей российского производства. Как там конкуренция есть? В очередь уже выстраиваются? Дайте мне, дайте мне. Что дайте мне, дайте мне? Автомобиль? Автопроизводителя? Да. Или паркового? Те, которые поступили в гараж? Нет, те, которые поступили, они работают на линии депутата. Если необходимо доехать до определенного места, он вызывает автомобиль из гаража, ему подгоняет, и он его доезжает. На самом деле я пользуюсь тоже иногда такси, особенно когда нахожусь там на отдыхе и не раз там передвигался на российском автомобиле. Да, может быть, там нет такого комфорта, и многие, наверное, слушатели там отметят какие-то там… Да, не согласятся с некоторыми вашими оценками и надеждами. Да, не согласятся, но понимаете, в чем дело. На сегодняшний день мы там смотрим даже и сравниваем с китайскими, как китайские автомобили стали вдруг такие достаточно комфортные. Но дело в том, что если изучить этот вопрос и понять, то мы увидим, что в свое время китайское правительство, оно просто использовало внутренний рынок для развития автомобильной отрасли. И внутренняя вот эта конкуренция, и то, что они не давали западным компаниям прийти на определенные там направления, вот это абсолютно там как бы верно, то есть выстраивали там заградительные различные там барьеры в виде там пошлины и всего остального, оно на сегодняшний день позволило, видите, достичь вот такого уровня там производства автомобилей. И на сегодняшний день, даже если мы берем там российские автомобили, если мы сравним то, что было там в 90-х годах, там в 2000-х годах, то, что было там 2-3, там 5 лет назад, и сегодня все равно мы видим, что качество этих автомобилей совсем другое. И если мы загрузим эти производства, они начнут работать на полную силу. На сегодняшний день проблема в том, что когда мы общаемся с автопроизводителем, у них нет загрузки стопроцентной линии, то есть они несут потери, они не могут заработать деньги, чтобы обеспечить работу, нормальную работу конструкторских бюро, понимаешь, чтобы разрабатывать новые там модели автомобилей, которые необходимо на сегодняшний день там чуть ли не ежегодно выпускать там на рынок. Так вот эту задачу по-другому не решить. Если мы, то есть можно спорить, что первично, курица или яйцо, но на сегодняшний день мы все-таки должны согласиться с тем, что мы должны дать нашим предприятиям загрузку для того, чтобы они в будущем выполнили заказ правительства и граждан на выпуск современных автомобилей, на которых будет комфортно ездить. И так касается любой продукции. Это такой небольшой пример, да. А так мы вообще говорим, что мы вот должны поддержать все российские предприятия, которые на сегодняшний день существуют, которые готовы там организоваться, расширяться, для того, чтобы их продукция там гарантированно поступала на рынок России и создавала конкуренцию там западным или азиатским там компаниям. Александр Николаевич, у меня еще один вопрос о вашей работе в Государственной Думе. Теперь что касается не комитета, а в целом, что касается всех ваших коллег. Я смотрю, что достаточно много там у вас, скажем так, не только тем для обсуждения. У нас, и ваши граждане тоже, не забывайте, что депутаты, вообще-то, да, вы говорите, там у вас депутаты вообще избирают граждане, поэтому у нас, у нас в стране депутаты. Хорошо, я принимаю, я имел в виду, что... Это так же, как областные депутаты или властные депутаты, просто другого уровня немножко. Да, там решения принимаются самые разные, там, вот запреты наливайки и еще различные... Прекрасные решения, разве нет? Да, у вас будет сейчас возможность выбрать и прокомментировать. Я хочу все-таки попросить вас рассказать, вот на ваш взгляд, самое важное там и самое интересное для вас, что происходит там. Насколько я знаю, недавно приходил, министр иностранных дел, допустим, был, да, обсуждаются, принимаются важные для страны решения. Вам что из этого наиболее близко и интересно? Вы знаете, я как человек деятельный, иногда там сам на себя вот ругаюсь, то я, конечно, люблю доводить вот начатое дело до конца, поэтому меня там другие направления не очень сильно там отвлекают, и я сам стараюсь не отвлекаться, чтобы не распыляться, да, и я сконцентрирован там на работе вот комитетов, поэтому комитета. Другое дело, что, конечно, там мы видим там достаточно много интересных заходов, про то вот те же наливайки, которые вы говорите, да, но это бич, понимаете, это бич, которые, то есть это такие заведения, которые, они же не формируют там хорошего общества, да, там они не формируют никакую культуру, они наоборот его разлагают, поэтому с ними необходимо бороться, да, и если вот там есть инициативы, то вот такие, то я их там горячо поддерживаю, а может быть там в некоторых случаях, да, я бы там ужесточил бы эти меры, поэтому здесь вот в этом направлении, там можно к ним по-разному относиться, да, но эта проблема есть, она есть в каждом регионе, да, там и в Саратовской области, и в Псковской области, там и если мы на Дальний Восток приедем, может быть там она даже в большей степени, да, и на сегодняшний день там, благодаря там этому законопроекту правительства региональные, да, наделены полномочиями, чтобы закрывать эти заведения, ну, по своим параметрам, ну, прекрасно, давайте все-таки прекратим деятельность, вот вообще, чтобы вот эти наливайки, как явление, просто исчезло в Российской Федерации, чтобы оно просто исчезло, чтобы его не стало, понимаете. А об этом люди говорят, когда здесь в округе в своем избирательном приезжаете, встречаетесь с людьми, проводите встречи в различных аудиториях, о чем вообще люди чаще всего здесь говорят, какие проблемы поднимают, может быть за что даже благодарят. Не, ну, абсолютно разные проблемы поднимают, и здесь хотелось бы, наверное, ну, отметить, там кто-то обращается опять вот с вопросами, сейчас мы начали вот эту тему продвигать по догазификации, да, кому-то необходимо, вот у меня целый там населенный пункт в Невельском районе сегодня там обратился, опять по видеоконференц-фязи, где есть 30 домов, они говорят, почему нас не включили там в схему догазификации, вот будем разбираться, почему они не попали в схему там догазификации, да. Другие вот обратились, говорят, вот у нас есть прекрасная программа там на Невосоконническом районе по школам, да, говорит, у нас вот три школы, говорит, сельские не вошли в эту программу, давайте продлим эту программу, тоже будем выходить с этой инициативы на Андрея Анатольевича, на министерство, ну, попробуем это сделать, да. Вот, я знаю, что мы после вот программы там реконструкции школ должны перейти на программу там реконструкции профтехучилищ, профтехучилищ, да, и детских садов, это тоже как бы надо, но, понимаете, там, если мы не закончим со школами, да, там до конца, и это будет тоже не совсем как бы правильно, поэтому вот и такие в основном вопросы, то, что касается наливаек, ну, слава богу, сейчас не так много как бы обращается по этому направлению, но раньше было больше, и пока вот наш коллега не поднял этот вопрос, не стал его обсуждать на таком высокем уровне, да, этот вопрос вообще никак не решался, и не хотели его решать, не в милиции, так скажем, да, там, не в полиции, не в других там органах, поэтому вот слава богу, что такие вопросы поднимаются у нас в стенах Государственной Думы, и приходим к логическому там решению этих проблем общества. Я хочу напомнить, в эфире радио ПЛН-ФМ программа «Собственные персоны» у нас сегодня в гостях депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Говорим, как принято выражаться, широкий круг тем социально-экономической, общественно-политической повестки, говорили о роли и месте «Единой России» в избирательной кампании президента, о проблемах и нашего региона в том числе. Не могу вас не спросить, вы об этом сегодня, кстати, тоже уже говорили, о необходимости военно-патриотического воспитания молодежи. Знаю, что в вашем родном городе в Великих Луках прошел большой представительный круглый стол, проводили его активисты, руководители регионального отделения Российского военно-исторического общества во главе с вашим коллегой, депутатом Государственной Думы Александром Александровичем Борисовым. По вашему мнению, насколько успешен этот опыт работы по военно-патриотическому воспитанию? Как вы оцениваете в целом, насколько значимо это направление деятельности? Ну, вообще, вот мы начали нашу программу, и мы там затронули проблему с артистами, с некоторыми, не совсем, с некоторыми. Я говорил, Киркоров, Собчак и так далее. Да, это как раз проблема плохого патриотического воспитания. Мало Киркорову прививали военно-патриотическое воспитание. И на сегодняшний день, конечно, вот такая работа, она в Луках, в Великих Луках, она всегда такая активная была. И то, что вот на нас обратили внимание РВИО, Российское военно-историческое общество, и там провело такую большую работу, и там Максим Владимирович Костиков там участвовал, и, по сути дела, был одним из организаторов основных, и оно было такое достаточно большое, массовое, там выступили такие замечательные люди, там присутствовали школьники. Они тоже свое слово сказали по поводу патриотизма. И мне кажется, если будет побольше таких мероприятий, если будет этому уделять такое должное внимание на уровне регионов, федеральных таких структур, то у нас в будущем будет меньше таких случаев, связанных с вечеринками в том числе. Надеюсь на это тоже. Хочу поставить точку в нашей программе. Время в эфире подошло к концу. С нами был Александр Козловский, депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единая Россия». Спасибо вам за встречу, за то, что нашли возможность прийти и ответить на вопросы. И надеюсь, что эта традиция у нас сохранится. Всего доброго. Спасибо за приглашение. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...